Лифт опасный для жизни. В понедельник представители госжилы инспекции выехали с проверкой на Жарова 8. Жительница многоэтажки написала заявление в прокуратуру с жалобой на техническую неисправность лифтового оборудования. Из прокуратуры заявление перенаправили в инспекцию. Последние выехали с проверкой на место. По словам Валентины Власюк, до января лифт работал исправно. Проблемы начались в самый разгар новогодних праздников. Звонками в управляющую компанию женщина никакого результата не добилась, поэтому пошла на радикальные меры. Звоним, получается, как той компании, которая нас обслужит. У нас один механик, он на вызовах, он не может. Через сутки приедут, отключат лифт и он стоит. И в общем я вынуждена была, потому что январские праздники мы стояли, 19 января на крещение мы стояли тоже. Этот лифт был введен в эксплуатацию в 1981 году. В соответствии с законом срок службы лифтового оборудования 25 лет. Посечение этого времени подъемник должны проверять ежегодно. Здесь последняя диагностика была в декабре, но судя по всему никаких нарушений не выявлено. При испытании лифта, на собственном опыте, оказалось, что свет в лифте не горит. Вот пока мы поднимались на верхний этаж, свет включался два раза. Когда лампочка в лифте все-таки горит, уровень освещенности госстандарту не соответствует. Здесь он составляет 0,01 люкс. После проверки лифтовой кабины сотрудники жилинспекции вместе с механиками поднялись в машинное отделение. Оказалось, что и тут есть ряд нарушений. Дверь доступа в машинное помещение не оборудована замком, отпираем снаружи ключом. Вот и она таки осталась. Она не сделана уже год. Уже год, как где мы помним. По итогам проверки сотрудниками жилинспекции составлен акт, в котором зафиксированы все нарушения. А общее состояние лифта проанализируют в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза, после чего примут необходимые меры. Материалы могут быть переданы в Ростехнадзор для принятия меры привлечения управляющей компании к административной ответственности за ненадлежащее состояние лифтового оборудования. Выезд госслужащих на место – это лишь начало проверки по данному обращению, которое закончится 15 марта. По словам заместителя начальника жилинспекции, в текущем году по заданию Минстроя будет проведена диагностика всех лифтов в нашем регионе. А это, по предварительным данным, порядка полутора тысяч объектов.